В нашем следующем сюжете мы хотим поговорить о здоровье наших питомцев. К сожалению, список распространенных болезней, которыми могут страдать наши собаки и кошки, становится все более длинным. К примеру, настоящим бедствием для собак и кошек в последнее время стали онкологические заболевания, которые часто называют чумой 21 века. О том, как распознать такие болезни и можно ли спасти питомца, которому поставлен страшный диагноз «рак», расскажет наш консультант, хирург Одесской ветеринарной клиники Айболит. Еще 10 лет назад словосочетание «ветеринарная онкология» было непривычным для большинства ветврачей. А в наши дни диагноз «рак» звучит все чаще и чаще, и проблемы, связанные с диагностикой и лечением онкозаболеваний у животных, выходят на передний план ветеринарной науки. Говорить на эту тему нелегко, и не только потому, что сложно простыми словами рассказать о сути этого тяжелого заболевания. Для большинства собаководов слово «рак» звучит как смертный приговор, который никто не в силах изменить. Но мы все-таки решили поднять эту тему, потому что жизнь онкологических больных часто зависит от того, насколько их владельцы осведомлены об особенностях протекания подобных заболеваний. На сегодняшний день нет достоверных данных, либо каких-то исследований, которые точно бы установили единую причину возникновения этих опухолей. То есть их множество причин. Есть теории возникновения опухолей. И факторы, которые могут способствовать возникновению этих опухолей, это то, что является ли животное кастерированным или нет. Это возраст пациента. Они возникают, как правило, в возрасте от 5 до 10 лет в этот промежуток времени. Влияет порода. Самое распространенное онкологическое заболевание у домашних животных – новообразование молочных желез. У собак они составляют по различным данным от 25 до 70% всех опухолей. И половина из них – злокачественные. Кошкам повезло еще меньше. У них онкологические поражения молочных желез хоть и встречаются реже, зато почти все они, до 90%, оказываются злокачественными. Владельцы собак и кошек, естественно, не могут видеть всей картины в целом. Но врачи в такой крупной клинике, как Эболит в Одессе, сталкиваются с онкологическими больными постоянно и могут оценить, насколько опасны такие заболевания, как часто они поражают наших питомцев и на что нужно обратить внимание владельцам. При осмотре животного, при груминге, при вычесывании, при поглаживании необходимо обращать внимание на структуру молочной железы, на ее консистенцию, можно так сказать. Необходимо хотя бы один раз в месяц проводить пальпацию молочной железы. Сделать это совсем не сложно. Нужно просто почесать собаке или кошке животик, особое внимание уделяя областям околомолочных желез. Новообразования выглядят, как маленькие плотные узелки с тяжами, переходящими на другие молочные железы. Если вы обнаружили у своего питомца новообразование, срочно обратитесь в ветклинику. Даже если псу повезет и оно окажется доброкачественным, врачи, скорее всего, все равно порекомендуют его удалить. Любая доброкачественная опухоль может со временем превратиться в злокачественную. Ну а в случае обнаружения злокачественной опухоли, спасти четвероногого больного может только оперативное вмешательство. И чем раньше оно будет сделано, тем больше у вашего питомца будет шансов на благополучный исход. Злокачественные новообразования развиваются очень быстро и опасны тем, что рано или поздно поражают соседние органы. Не ждите, пока опухоль вырастет и метастазируют в жизненно важные органы. На такой стадии заболевания вашему питомцу уже никто не сможет помочь. Если опухоль по размеру будет менее 1 см в диаметре, то будут большие шансы на полное излечение пациента. Если опухоль будет размером от 1 см до 2 см, то шансы на излечение будут небольшие и рецидив будет отсутствовать максимум год, может быть, полтора. То есть обычно это один год. Если же опухоль по размерам более 3 см, то прогноз неблагоприятный. Хирургическое лечение, сопутствующая химиотерапия, не дает возможности на излечение. Будет небольшая ремиссия до 6 месяцев, как правило, и повторно будет являться либо рост по месту удаления, либо в региональных органах. То есть это, в первую очередь, органы мишени. Это легкие, печень и другие структуры. Можно ли каким-то способом избежать столь страшного заболевания, как рак молочной железы? Оказывается, да. Это заболевание у собак носит гормонозависимый характер. То есть его развитие могут спровоцировать любые гормональные нарушения, такие, к примеру, как частые ложные щенности, медикаментозное подавление лактации, кистозное перерождение в яичниках. Избежать подобных нарушений можно только одним способом, с помощью авариогистероктомии, или, попросту говоря, кастрации, удаления матки и яичников. Если рассматривать вопрос по поводу профилактики опухоли и молочных желез, то на сегодняшний день разработана такая позиция и доказана эффективность ранней стерилизации животных. Стерилизации, либо, правильно будет сказать, кастрации. Потому что под кастрацией мы подразумеваем удаление половых желез, которые играют большую роль в гормональном влиянии на молочную железу. Если пациент будет кастрирован, либо пусть будет стерилизован в возрасте до первой течки, то риск возникновения опухоли и молочной железы, он будет равен практически нулю. То есть там разные исследования говорят от 0,5 до 0,05%. Если же кастрация будет проведена после первой течки, то риск росту опухоли и молочной железы увеличивается с возрастом. Если же будет стерилизация проведена после третьей течки, то эта стерилизация никак не повлияет на проявление этой опухоли. Либо она будет, либо она не будет. Но само уже влияние гормонов решающего значения не будет иметь. Конечно, подобную профилактику можно применять только животным, которых не планируют использовать в племенном разведении. Некоторые собаководы крайне негативно относятся к подобным операциям, считая, что они лишают их питомцев полноценной жизни. Однако врачи Одесской клиники Айболит, и это подтверждает многолетний опыт работы, считают, что это не так. Например, недавно мы были во Франции, там у них тактика такая, то есть они проводят хорошую, скажем так, агитацию или разъяснительную работу среди владельцев, и владельцы четко определяются, если они не хотят использовать питомцев в целях разведения, то они знают, что нужно проведить стерилизацию до первой течки. Это, как правило, 5 месяцев, 6 месяцев. И этим самым они снижают риски и количество тех больных, которые есть у нас. Если же ваш питомец давно вышел из нежного щенячьего возраста и проводить операцию с целью профилактики уже поздно, просто не забывайте регулярно проводить профилактический осмотр. Это и полезно, и приятно, ведь ни одна здравомыслящая собака не откажется от нескольких минут блаженства в виде почесывания животика. Ну а если вашему питомцу не повезло, не спешите усыплять его раньше времени, услышав страшный диагноз. Врачи Одесской клиники Айболит уверены, что диагноз «рак» далеко не всегда означает смертный приговор. Поверьте им, вспомните, сколько лет ваша собака или кошка радовала вас и попытайтесь спасти своего четвероногого друга.